так всем добрый вечер друзья вот мы сейчас пойдем на покажем вам набережную пицунды курортном курорт пицунда просто просто так кровь пицунда набережные вот смотрите там купаются до сих сегодня прям штиль сегодня прям вообще хорошо и погода хорошие ветра нет и стрекочут эти цикаты горы сейчас видно все прям прекрасно далеко видно наш отель золотое аруно вот мы сейчас показывал вам набережная пицунды курорта вдалеке вон там самом деле там как говорят бухта платные что ли да хотя если для отдыхающих здесь там бесплатно секунду вот народ ходит гуляет сейчас вечер пол шестого дельфинарий вот здесь народу здесь у ее и сколько в этот дельфинарий каждый раз идешь здесь стоит огромная очередь за билетами так аквапарк впереди вот это набережная на очень протяженная по всему можно сказать периметр вот этому вдоль моря и она идет далеко далеко прокат автомобилей электро для детей вот садись крути педали один просто пассажир так а вот кафе вот в этом кафе мы вчера сидели это кафе значит такое системы здесь берут чаевые 10 процентов до 10 процентов до 10 процентов нет такого что пожелание оставляешь линии подними вставлять там принудительно кафе вот еще одно там живая музыка муж сам караоке петь так вот аквапа тысячи рублей да тысячи рублей стоит а детский стоит сейчас посмотрим взрослые тысячи детский а вот написано вот аквапарк пятьсот с пяти до двенадцати а дети до пяти лет бесплатно на весь день получается с тем этим дымом поток да дым откуда идет а может быть шашлык готовится да наверное сейчас начинается вечер значит везде будет кафешки работать шашлыки все это но здесь А здесь возле вот этого вот, как его, Калхиды, да? Калхиды, да. Ну, вот здесь бухта начинается. Вот здесь народы еще больше. Еще больше, чем там. Да, потому что здесь рядом находится центр, считается. Вот уже можно отсюда с центра поворачивать туда, перпендикулярно морю, и выходить уже в сам центр Питсунды, сам. Вот это вот. Это город, что Питсунда? Или район? Нет, нет, да, ну как курорт, курортный городок. Курорт Питсунда, вот. Курорт Питсунда, да. Присутствуют электроавтобусы, которые за 50 рублей могут отвезти себя в любой конец курорта. И вот уже здесь, пожалуйста, садятся. Могут в центр самого города Питсунда, да? Ну, я не знаю, город или какой-то. Ну, курортный городок. Курортный городок, да. Курортный городок, правильно. Правильно, правильно. Здесь, что хорошо, что вся набережная оборудована. Во-первых, есть переодевалки, есть душевые кабинки, где бесплатно можно тонуться. В других городах, там, где мы были, на море, да, там везде платные души. Везде. Здесь очень платные души, вонапе платные души. Здесь, вот, пожалуйста, можно тонуться бесплатно. Угу. Там души. Здесь, конечно, очень, как бы, очередь создают, чтобы, допустим, помыться. Народа-то много, душевых-то мало. Смотри, он в сократе. Ну, да? Получается. Значит, кому-то надо туда, в центр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Так, это что называется? Гонконгские, не ладкие? Да, гонконгские. Не сладкие, здесь не сладкие. Сейчас на них не греет. Вот такие вот штуки. Электроштуки. Да, да, кстати, вам нужна реклама хорошая? Ну что, реклама? Ну ладно, вам для себя очень. Нет, нет, мы не снимаем. Вас видно, как желаете. Сам процесс? Да. Конечно. Это было интересно, когда мы в Сочи снимали, делали мороженое там, жареное мороженое. Уже интересный процесс был. Сейчас посмотрим, может выберем такую, да? Если вкусные, конечно. Да, это комментируем. Это жидкое вафельное тесто. Могу рассказать состав. А, кстати, в Татегорске тоже такие были, гонконгские вафли, помнишь? Да. Даже назывались также гонконгские вафли. А, не вафли. Да, это просто. Я люблю. Блин, чё-то показываю. Ух. Повторая, ух. Двое разы больше. Вон, чё-то, вон, смотришь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И простой безы. И алкоголь всякий. И мохито, и мартини. Они готовят всякие вкусняшки. Это коктейли. Они делают алкогольные коктейли разные. А сколько стоит у вас такая? 0,5 стакан. И вот даю такой красивый стакан. С трубочкой и с этим. Можно с зонтиком. Получается здорово. Много этих наполнителей? Любой берешь. Мягкое мороженое. Вот смотри мороженое. Кофе на песке. Мягкое мороженое. Гонконгское. Моложеное. А это вот тортик. Смотри. А, вот добавки. Вот добавки разные. Вот добавки разные. Это к чему они? А, они тут в гонконгском Бабулахе. А, вон они. Вот такого образца. А, вот они получаются. Красивые. Вот такие красивые. Там мороженое есть, да? И мороженое. Это муляж? И вот, так сколько примерно вот такая будет стоить? Стоить. 200. Ещё с фруктами делай. Ещё с фруктами. Ммм. Много добавки всяких. Интересно. Вот такая вот получается в итоге. Конечный выход такая вот получается. Это мороженое. С чем там? Со фруктами, с соколадом. Там печенье. Возьмение, да. Всё там. Я вот хочу показать. Зелёная мята. Атропик. Гранат. Тиранису. Ну, любые добавки какие-то хочешь. Сейчас что-нибудь. Заказывайте. Мы сейчас пока смотрим и ознакомимся. Ознакомимся и закажем. Вот интересно. А много там мороженого внутри? Возьмём. Возьмём. Сейчас пройдём. Сейчас пройдём и посмотрим, где. Где? 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 А вот тот самый. Да. Вот жареное мороженое. Вот это жареное мороженое. Да. Это вот. 150-200 стоит. Вот такое. Вот сейчас пошла мода на такое. Да. Такие вот вафли. А вот они, кстати. Красивые. Вот она. Вот примерно вот такая. Вот такой наполнитель. Там мороженое. Получается чупа-чупс. Это набор. Всего там полно. А, красиво. Получается. Да. И мороженое. Вот, слушай. Ага. Сейчас что-нибудь придумаем. Ай, вот пожалуйста. Возьмём. Ой, вот ещё много всего. А это же как образцы. Образцы. Вот оно. Молодцы. Вот такие образцы. Вот так заполняют. А, мороженое, да? Сколько такое пояса вот там? А, я не сливаю. Нет, конечно. Нет. Нет. Ну я этого с ним. Прототулаж. Банан Всего полно Вот так Оно все растает, у них просто муляж Да, муляж А можно фруктов положить Вот допустим банан Показал мальчик И вот допустим вишня В заключении его Печенье шоколадное Печенье шоколадное С прослойкой сверху И сейчас он выбирает допустим какую-нибудь Банан Давай банан Вот Вот Карамель Процесс приготовления Вафля Называется Абабл Оганкунский Да Вот Пацан довольный А Давайте мы кофе Я забыла поскольку оно у вас 50 рублей Давайте два Да В песке будет оно А Как будто мы варим Варите Так это кофе по-восточному На песке На песке По-турецки По-турецки Да Ну делаем по алказу Сахра Так По сколько грамм Ну там получается небольшая Вот такая вот Ну хорошо. Везде это денежку. А куда деваться? Зарабатываем её или хочу. Так, а самок кофе, вот это вот, которое насыпаете. А, понюхай. Понюхай сама. Ты соображаешь, что она хорошая, да? Ну да, жареная, натертая. Вот так смотрю, вот так тебе калёвый. Кисок раскалённый. Он у вас чури три часа потолевает? Ну а чем же и все? Нет, трава паскидит, слава. Ха-ха-ха-ха. От дров тут дымина был. Накалились нормально. Накалились, да. Где-нибудь положите, ну отложите. Ну понятно, сейчас посмотрим. Вторая чашечка. Хорошо отдыхается. Нормально, он пожрится уже. Ещё хотим приезжать. Ещё когда нам были ещё долго отдыхать, но мы уже планируем ещё раз приезжать. Если нам... Потому что мы первый раз, наверное. Мы в Абхазии, мы не первый раз. Мы были в Гагре. Первый раз в Гагре. Гагра... Ну да, да, да. Мы приедем с того, если нам не запретят. Если не закроют нас в России. Так и поговаривают. Но поговаривают, что вы закрывали нас. Да нет, не за вирусов, просто политика. Да, это всё встанет. А правительству всё равно. Это же политика. У нас что-то нету, ничего не проходит, да? А раньше всё было хорошо. Извините, у нас есть всё. Все люди договаривались друг другом, жить вместе нормально. У меня не было тогда, когда я знаю, остался. Все жили дружно и счастливо. Конечно. Я хотел бы, чтобы так и раньше было. Я жалею, что Абхазия отделилась от России. Она была бы сейчас в составе России. Гораздо бы лучше была. Нет. Вы бы такой чистый воздух не увидели. Горы не увидели. Вы увидели, как в Сочи гостиница. Здесь всё каменное. В принципе, да. Человек, который в жизни столько денег не видел, ему привозят 5-6-10 миллионов. Он с радостью всё продолжается. А завтра он туда шаг не сможет сделать. Да, да, да. Не стоит. Если сделать, то в меру, там, не знаю, определённо столько денег. Вот границу зачем нам туда брать? Вот границу бы убрать, да? Да. Ну, в общем, сделать, пропускной комплекс. Конечно. Мы согласны с вами. Люди в очередь стоят столько времени. Мучаются. Дети не могут. Да. Практически. В верном направлении мыслите. Правильно. Они тоже это всё знают. Это всё политика. Нам отдых нужен. Жизнь и отдых. А политика это вон. Вот мой президент. Глава мой президент. Понятно. Спасибо большое. Правильно. Отлично. Так, а с молоком без? Да, сахар там есть? А молочко не добавляйте? Сахар есть, а молочко? Конечно. Сахар нужен. А сахар добавили? Да. А молочко сейчас добавим. А, молочко сейчас добавим. А, мы бы уже говорили, сахар там молоко больше. С молоком лучше. отлично как тебе вот такой вот восточная турецкая говорит кофе по турецке спасибо а вот здесь поставить так а вот обла что за соль плавочка красивые цветочки как и что это гортензия у меня цвет течение всего лет пойдем дальше значит идем дальше по набережной курортов пицунге портреты всякие сделать кого угодно как значит само это здание вот это вот само здание это центральное здание вместе с концертным залом вот это здание она тоже имеет и столовую свою и номера можно номера здесь тоже остановиться в номере если конечно при наличии если она свободно но при таком массовом скоплении людей сейчас вряд ли здесь что-то свободное найдется народу много места всем нужны тем более это место самое такое до обладного популярное блатное потому что напротив вот бухта вместе с мост с мостиком для причала кораблей вот пожалуйста еще есть одна душевая переодевалки душевые ну здесь конечно здесь насыщенная так сказать для туристов все комфорты вот сейчас прибыл кораблик вот наверно он стоит из гагры на весь день но они к заездам взяли там в общем-то билеты полторы тысячи стоит мы сейчас узнали можно за полторы человека на весь день с утра до вечера вот их привезли потом за потом их в открытое море куда-то там они поплавали где-то в какой-то чистой воде потом говори с дельфинами них там боксу речи море дельфинов и видели это мы сейчас разговаривали с нашими отдыхающими которые познакомились в европе и мы здесь их увидели сейчас идем смотрим лучше лицо знакомое да оказывается они взяли такой машину путешествие купили туп заплатили три тысячи рублей и вот их привезли ну там какое питание завтра только входит вот сейчас они там кушают мороженое которое гонконковская называется вакуне вакуне интересно мы прямо идем и их увидели они нас узнали и мы их узнали да я говорю знакомая личность оказалось точно набережная далеке вон горы виднеется хорошие ну да но это же очень много маленький вроде в коробке один уже отплыл видимо туристов дальше повез так набережная в левую сторону набережная в правую сторону так вот три отеля но отели считаются как как бы больше пансионаты но с ремонтом уже конкретно уже внутри все ремонт сделан евро так что номера комфортные то что близко к морю это вообще класс радует а здесь вот причал там катает на бананах пойдем на причал сходим на ватрушках разных пойдем покажем причал вот в эту сторону удаляясь от моря значит можно выйти прям прямо выходим в город в этот пицунду в саму не курорта уже в пицунду это фонтан это символ пицунды пойдем по твоему фонтану там купающиеся молоко латарова плавающие и дельфины ага интересный такой фонтанчик все в зелени здание полностью покрыто зеленью там вот еще один виднеется отель здесь парк центральный парк так на причал заходим ну что давай со стороны покажем море со стороны причала до сих пор до сих пор время 20 минут седьмого люди не хотят выходить никуда вот полный пляж полный они тут будут часов до десяти вечера как минимум до ухты горку там поставили классную да наш отель а ну ладно волн совершенно нет полный штиль купаться просто прекрасно